Приветствую вас и давайте скажем начало так, когда человеку плохо, он плачет, он грустит, он переживает, он как-то еще проявляет свои негативные эмоции. У вас происходит смех. Почему? Смех есть реакция защитная. И причина ее в том, что по вашему мнению вас никто не оценит, не поймет из окружающих людей. Иначе говоря, вы смеетесь, потому что понимаете, что плач еще больше людей оттолкнет. Или, боитесь показаться слабым. Какая-то одна из этих причин мешает вам естественным образом проявлять негативные реакции. Соответственно, чтобы от этого избавиться, нужно себя пересилить и один раз тем человеком, которому вы доверяете, все-таки заплакать, когда вам плохо, когда вы переживаете. Один раз как следует выплакаться. Это позволит вам естественным образом выражать свои эмоции и смех у вас сойдет на нет. Но поскольку причина заключается в том, что вы опасаетесь, что люди вас не поймут, или боитесь показаться слабой, то здесь нужно сделать такой вывод, что и боясь показаться слабой, и опасения, что люди вас не поймут, они проистекают из примерно одного области, из неуверенности в себе, из сомнений в себе. И вот, если это действительно так, то необходимо понять, почему же вы, собственно говоря, в себе понимаете? Почему вы в себе не уверены? Что заставляет вас быть в себе не уверены? Что заставляет вас опасаться быть слабой? Есть момент такой. Вначале мы думаем, почему вы так себя чувствуете? Что вам мешает? Чувствую, что вы так каждый, как все, и имеете право, в общем-то, на то, чтобы поплакать и погрустить, и, в общем-то, покричать, если нужно. И далее, вот то, в чем вы отличаетесь, по вашему мнению, от других людей, и нужно восстановить. Просто подумать, в чем вы отличаетесь, по вашему мнению. Это первое. Второе, что нужно в обязательном порядке сделать, это, конечно же, может быть, сменить круг людей, может быть, круг людей, с которыми вы общаетесь, а может быть, пересмотреть тех, с кем вы сейчас взаимодействуете, кого-то отсеять, кого-то, наоборот, приблизить к себе. Вот нужно пересмотреть вообще алгоритм и стратегию того, как вы устраиваете свои контакты с людьми. Потому что, ну, не доверяйте вы, и чтобы доверие было, чтобы вы вели себя естественно, нужно все-таки понимать, что вы хотите от людей, что люди вам могут дать, что вы можете дать людям, и что люди хотят от вас. И постараться вам в этом на эти балансы. Но они голосуют среди. Люди, с которыми вы общаетесь, подбираются из хозяйств ваших ценностей, идеалов и убеждений. А также интересы. И проверяются эти люди на предмет того, вот, как они реагируют на ваши, допустим, слезы и так далее, да? Проверяются. Люди постепенно в политической ситуации. То есть, вот вы общаетесь, непринужденно, непринужденно. Потом вам потребовалась помощь. Ну, человеку попросили о помощи. Посмотрели, как он это отреагировал. Если отреагировал так, что вам помог, но потом, допустим, все время вспоминает, то, естественно, такого человека о помощи просить, ну, нельзя никак. Если вам помог просто от души, если бы не по-доброму, такому человеку, скорее всего, можно доверять. В следующий раз, можно обратиться за помощь, но не злоупотреблять. И с большей долей вероятности можно сказать, что такой человек примет вас любой, в том числе и грустный, в том числе и плачущий и так далее. Вот именно так вам и нужно строить свои отношения. Именно в таких направлениях вам и нужно двигаться, чтобы решить свою проблему. Проблем. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу. Если вам понравился мой ответ, пожалуйста, сделайте его лучшим. Будем благодарны. ПОДПИСЫВАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...